Всем еще раз добрый день, друзья! Меня зовут Лекс, мы смотрим дальше за региональными квалификациями Регион Европа на МДЛ Ченду Мейджор Первый мейджор этого сезона И группа А, две лучшие команды группы А в данный момент Сигулярити и Ликвид Ликвид, напоминаю, это экс-команда Alliance И команда, которая сейчас будет по такими знаменами Пытаться попасть на первый мейджор сезона Пока у них неплохо получалось Идут они со счетом 1-1-0 3 балла у них в активе Одна ничья с гипоманьяками И одна победа над командой Wind & Drain О, сингулярити победа над командой Wind & Drain И ничья с командой, а с Каманы О которой мы поговорим чуть позже Сегодня она будет играть Как раз в следующем матче с Каманы и Вар будут играть Как-то так Стадия драфта У Ликвид прям серьезная заготовка Faceless Void Phoenix Когда-то давно, очень часто Любили использовать этих персонажей В паре Но вот сейчас конкретно делают это не так часто То есть и Феникс, на самом деле, герой Это не популярно Если Void'а пикают часто, то Феникс Найти герой, который часто игнорируется Позиция 3 Позиция 4 Даже, наверное, можно рассматривать Феникса На позиции 5 Тут появляется и Тинь, который тоже может оказаться на позиции 2 На позиции 3 На позиции 4 Так что вариантов у Ликвид с тем, как героев расставить По итогу очень много Сингулярити Герокоптер, тренд, кристалл мейден Тоже неплохие саппорты очень появились Мощный тренд так особенно Будем смотреть, как Ликвиды будут с этим тренд протектором работать То есть, понятно, нужно покупать топорик Возможно, нужно покупать топорик даже саппорту Вчера мы такое уже видели Есть Феникс, который может ломать деревья Но прям прям прямых героев, которые контрят Это вот тренд протектор нет Ну, наверное, знаете, тренд это не тот герой На которого прям нужно идти Искать контру Как-то с ним уж разберутся Просто тренд сам по себе проблема для Войда Ты в Ливенармор бить не можешь нормально Ты и если не купишь себе Манту плюс Блокенбар Кажется в один момент просто Завязанным, да Ты будешь в корнях стоять И не сможешь особо использовать свой потенциал Блокенбар Еще один новый персонаж Появляется Оракл от команды Ликвид Интересно пока, с чем все это связано Оракл Знаете, нет такого прям героя, под которого Оракл здесь очень нужен Есть герои, например, ДБ, да Которые очень классно смотрятся в комбинации Например, Хускар, кстати Может быть, может быть где-то он еще подъедет Например, Террор Блэйд Который здесь уже вряд ли мы увидим Хускара мы вчера видели Это было мощно Нет команды Ликвид, но он появлялся Последний матч как раз игрового дня Я, честно говоря, сейчас быстро посмотрю Вспомню исключительно для себя Кто там был Ага, это были Аскаманы Точно, это были Аскаманы И это было очень сильно Да, там этот А, так слушайте Так Singularity играли Против этого Хускара Они, если что, знают Просто Oracle как-то непонятно Почему именно Oracle здесь появился Почему не другой персонаж Почему не Абадон, пятерка Почему именно Oracle Будет интересно посмотреть Чем будет закрывать пик, ребята 22-ю Ликвид А, здесь появляется тройка Найт Сталкера Тут все более понятно по драфту В принципе, были варианты Там какого-то Кентавра Взять Сэн Кинга Но Singularity выбирает героя Который вчера себе, кстати, очень классно показал Найт Сталкер был против Бурды С быстрым агонимом Да и в принципе Найт Сталкер герой С агонимом вторым-третьим слотом Может даже и первым Очень опасно выглядит В драке ты не можешь вообще ничего делать Это еще кроме того, что Найт Сталкер нереально жирный По Наге предусмотрительно Сингулярити могли отправить герокоптера в мид И все еще могут отправить герокоптера в мид Могут здесь какого-то героя на центр Но вот видите, Кунки нет То есть у нас была игра, где Кунка оказался 22-м пиком А здесь Кунка остается В бане на первой стадии И никто его, конечно, уже не отдаст Насколько различается, да, игра двух разных команд По факту идет игра за топ-1 Кто победит, это будет уже Солидная доминация И там достаточно будет, я думаю, даже в Ничу сыграть Для того, чтобы Можно было говорить о том, что это топ-1 в группе Пан Хускара О котором только что мы вспоминали И Сингулярити прекрасно знает, что с этим персонажем шутки плохи И здесь появляется Алхимик Вот оно как Вот оно как Ну что, может как-то закрыть прямо Алхимика Взять какого-то Манки Кинга в мид Как вам идея? Или взять ОД какого-то в мид Тоже неплохо и сочетается с Фесслосвоидом, классно Или что-то будет совершенно другое Брутмазер здесь не хочется брать Мипо Тинкер Тинкер? Может быть Тинкер? Я не очень хочу Тинкера, потому что игра с Тинкером Войдом Это Резидент Слипер Но, зная Койку, это может быть Тинкер Хотя в глубине души, надеюсь, на УД О, Темпларка вообще залетает Но тоже хороший герой против Алхимика Может очень много проблем доставить Мэйдж на Алхимике Вчера Мэйдж очень классно себя показал Мэйдж был очень потрясен на Эмбере А ДНЗшка на Миране Которая здесь, очевидно, была в бане Я, честно говоря, даже не посмотрел стадию вот именно банов Была ли там Мирана Но подозреваю, что если она была бы То Сингулярити бы ее забрали Мираны не было Ну, посмотрим Битва за Мажор Наверное, можно так назвать этот матч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так что у нас там пауза стоит Очень долго мы ожидаем начала игры ДНЗшка Это Crystal Maiden 4, кстати Если ничего не изменилось за ночь То ДНЗшка играет на позиции 4 То есть Стрэн 5 С СМК 4 Будется такая прям Прокачанная С каким-то Блэкинбаром Каким-то Глиммером Просто фэм Что с собакой? Боже Он ее гладил Но как-то странно это выглядело Поехали! Ликвид Сингулярити Главный матч в группе А Матч Команд, которые набрали больше всего очков В активе И борются за топ-1 Комбинация Феникса и Фестлос Войда Корт Эмплор Ассасин Окр Оракл Которая цель до конца непонятна Ну, ладно Оракл, в принципе, знаете Герои универсальны В драке закинуть ультимейт В драке закинуть фейт-эдикт На какого-то геррокоптера Или на Алхимика И ты уже полезен Очень важно контролить баунтируны Койк бы выходил Делал фейк с опс-варды Понятно, попались ли на это Игроки из Сингулярити Но я подозреваю, что Темпларку даже не видели Алхимик Ломает деревья Ставит такой хитрый вард Который здесь убрать будет Ну, очень тяжело Который дает при этом неплохой обзор Хотя здесь немножко не хватает Но такой вард зато точно Никто не найдет Вард от Пексу Видит сразу же двух героев Здесь оказывается Темпларка Которая явно готова Здесь драться Так, фортрансент на ДНЗшку Выходит на Пексу Ну, убить тренд протектора Будут проблематично Или хотят Невидимость Экшен никакого здесь не может быть Раскидывается феникспиритами Максимально пытались найти тренд протектора И максимально сделать не получилось 2-2 по баунте И тренд Ласочкой Останавливается Да, деревья сейчас будут все ломаться Здесь И снизу оказывается Вот так вот неожиданно Да, трипла Трипла Сильный на топе Против Найт Сталкера Я думаю, ребята тут стоят Примерно на равных Хотя трипла ненадолго Феникс уже смещается на топ Притом делает это пешочком У него один опс Один в центре Подъезжает сюда Курьера И везет много регена Для боксей И для Тайги Ну, а на центре Темплар Ассасин И Алхимик Два героя, которые любят фармить лес Но у Темпларки есть потенциал Еще и фармить энш Это достаточно рано Главное себе Потом время от времени Не постакивает Ну и не только Любые спауны Все это, если будут стакать саппорты Очень много Темпларка Потом может вынести Атака на Войда Войда Фортен Сенс Закинули Вот сходит на таймволк Тяжелая линия для Войда Но, знаете, Войд такой герой Который может терпеть Есть у него способность Которая позволяет Переживать Эти вот атаки Но пока, правда С очень большим кулдауном Этот таймволк Нужно использовать его Очень разумно На топе Саберлайт Живет И выйдет птичку Не думаю, чтобы она его убила Ласка Сбиваются Отлично Нет больше регена у Найт Сталкера Остается 350 хп Снизу Атака на Оракла Фортен Сент моментально Фейт Эдикт на себя Магический урон съедает Но тут просто Очень много физ урона Поэтому Фейт Эдикт Особо погодой не сделал Таймволк прошел по Экскалибру Но слишком поздно Экскалибру делает Ферст Блад Очень приятный момент Что именно Герокоптер Здесь забирает фраг Герокоптер здесь Главная проблема Будет с опытом Но, знаете Наверное, Герокоптер Не тот герой Который прям Если у него будет Немножко меньше опыта Чем обычно На линии Два Против двух Там, а не втроем Когда вы стоите Герокоптер это стерпит Там есть какой-то морф Услованный Которому, да Уловил очень Уже лист ларк Которому здесь Как можно скорее Уровень 6 Герокоптер Все нормально Тем более, скоро его отпустят Здесь останется дабла И по-прежнему Будет стоять герочи фарми Тренд протектор Уходит В леса Никаких центрей Деревья ломаются Но, как видите Все равно находит Тренд зоны Где можно Спрятаться Погибает все-таки Найт Сталкер Возможно, он пытался И динается Но, как видите Не получилось 1-1 Герокоптер на центре Небольшая доминация есть Но по Нетворсу Эта доминация не будет Ясное дело Что мейдж Пассивка в 2 прокачана И получает он денег побольше Рейндж крип падает Не пытается Как-то Койко Постараться за динается Тикойко Нет, убить не выйдет Для фракшена Больше нет Поэтому урон проходит Уже не такой существенный Блайтстоу надо докупить Но мейдж Нормально терпит Так, крипов Каких-то, конечно Приходится отдавать Противнику Не получается Всех там рейнджей Поддайнать Но И не критично Сейчас делает Сам себе стак Койко, правда Может пойти помешать Койко будут мешать Опа Хорошо Ага Койко может и сам Пофармить Было бы желание Но тут крипы уже пришли Поэтому Нужно идти фармить Назад просто на линию Продолжение следует... На топе Атака на Найт Сталкера Найт Сталкер пытается Убежать Не получается Оракл Фортен Сэнд Файт Эдик на себя Чуть назад И... Оракл убегает В таверну, правда, убегает Сэмка здесь под линией Нармором И за счет этого живет Так еще и пытается Дальше атаковать Феста свой, да? Пошел Бэрэдж Таймлок пророкает На Пексу Пексо Все-таки долетает Удар Там, по-моему, Крип рейнджовый Сделал удар Этого хватило Появляется баунтируль Икскалибур Вместе с Дэнс Дэшкой Контролит собственную А Найт Сталкер Снова погибает Да, пока Вот эта вот дабла Работает Синий Феникс Просто волшебно Алхимик Уходит в лес Тамплара Сатин Остается на линии Начинает Очевидно доминировать По днаям Ну и, разумеется, Крипы на линии Дают Побольше Давайте Найт Ворс Включим, да? Наверное, уже пора Тампларка первая позиция Да, сейчас катапульты Можно будет попушить Нужно сюда приходить И это все Отпушивает немедленно На топе Снова выходит Найт Сталкер Вроде как ночь Но Уровень очень низкий Феникс очень много урона Может влить Магического Поэтому лучше не лезть Трент Кристал Мейден Атака в Смоуке Койко на ЛОХП Сейчас будут возвращаться На мид И там он будет принимать Ой-ой-ой-ой-ой Да, тяжело Куда-то будут спрятаться Фростбайт Под спреем И фраг достается До НЗшки По-моему, пытались Оставить фраг для Алхимика Не получилось В общем, Алхимик Свои будут получать Ничего не поделать С другой стороны Не могу сказать, что у Войда Плохой фарм Учитывая начало У Войда хороший фарм Ни одной смерти Оракл здесь Может быть два раза погиб Но максимально Своему Войду Линию облизал Учитывая всю ситуацию Койко вышел За Алхимиком Сразу же понял Что сюда лучше не лезть Рядом находится Феникс Возможно, Алхимика Под окончанием ультимейта Попытается ее убить Как-то Найт Сталкер погибает снова Это происходит вообще в соло Я, честно говоря Эту линию пропустил Потому что один на один Думал, ну уж никак не получится Так, ну Магическую урону тут, конечно Хоть отбавляй Но по таймингам Плохо Плохо Пошли Немножко бы позже ворвались Б Алхимика бы легко убили С ультимейтом Сделать это тяжело Снизу Микки Успеет ли нажать таймвол Должен успеть Должен успеть Ну еще и может здесь Немножко подраться Помочь герохоптеру Больно Тини Надо дать тос Фейтедикт висит Прячется Тини в лесу Опасно Ходить Войду Как же не хватает Хроносферы сейчас Для полного счастья Бокси восстанавливается За счет парифайл Флеймса Здесь нужен еще плюс Но Тэмплор Ассасин Пока телепорт в кулдау Возможно прилетит Прямо сейчас Но его здесь конечно Трудно будет получить Уровень 6 Тишко много героев Делит опыт Ракета полетела Войда Долетает Бокси Фласк немножко Повосстанавливался Телепорт все таки Есть от Феникса Тини Сайланс Пока работает Сайланса больше нет Пошел тос Айволанч Хороший урон Туда же Санрей Можно сжечь Минус 2 Хроносфера ставится Закрывает Правда собственно Тиммейта Бокси Бокси пытается Спрятаться Фейза есть Убегает Сайберлайт Хоть и ночь Войда не может попасть Потому что Не хватает Вижена Слишком много деревьев И минус 4 По итогу здесь делается Непонятно Стоило ли в итоге Весь этот дайв Алхимик конечно Пофармил И говорит спасибо Но На самом-то деле Слишком много было отдано 9-4 Тамплар Ассасин Перчатка Ботинок Очень много Таких вспомогательных Предметов На early game Синий наверное Учитывая его Удачный фарм Скоро Блинк себе купит Да у бокса 1200 Фейза И блинк не за горами С блинк дайгером Здесь конечно И герокоптеру Будут много проблем Про ЦМК Я вообще молчу Это жесть будет происходить Там надо будет реагировать Давать ливен армор Ливен армор в 2 Кстати вкачан Сид в 1 И невидимость в 1 Была игра Где и Там вплоть до уровня 8-9 Не появлялась Прокачка На early Ливен армор Так У нас тут может быть Очень мощная атака Гник пока нет Феникс в уровне 6 Нет Вайда пытается убить Сайленс висит Но там оракл за спиной Слишком сильно подсай Феникс еще пытался Руну забрать В итоге раскидывает Просто спиритов Пексу Находят Должен быть детекшен Детекшена нет И тренд протектора Если что спрячется Поэтому Не в этот раз Появляются книги Ребятам нужно Позаботиться о покупке Дастов Это ведь легкая окупаемость Если ты будешь Убивать постоянно Тренд протектора Нажимаете самые дасты Night Stalker Пока себя очень плохо показывает 2000 нетворс Линия стел просто ужасно 0-5-1 против даблы Это печаль Нет Трипла даже была Просто дабла Но это Феникс Да Феникс И Тини Оказались очень опасными Слишком много магии Окси За счет По-моему Рейндропа Сайберлайт Сейчас переживает Всю эту атаку Но надолго ли Литает Феникс сюда И Погибает снова Night Stalker Это Это ужасно 6 смертей за 11 минут При этом Особо-то ничего не получает Команда Singularity Алхимик Я думаю Без этих смертей Я бы получал бы свои деньги Темпларка Дофармливает Дезолятор После ПТ Ну а Феникс Уровень 7 уже есть Спирит Весел будет Алхимик конечно К нему будет готов Я думаю Учитывая тайминги появления Но у Саппорта Появляет реально мощные Способности Утимайт Оракл Супернового Феникса Это жестко Башня упала Оркл получает дополнительные деньги Именно он добил эту башню Тинни получает За счет этой башни Возможность купить Блинк Даже какой-то может быть Смоук ребята нажмут И надо уже Действовать поактивнее Думпларка купит изолятор Так вообще можно бегать По карте и все убивать Войт Единственный герой Который кроме Хрансфера Никак особо помочь не может Таймблок в 4 Таймблок в 2 То есть такой защитный Скилл билд На линии был Ну в общем Учитывая линию Неудивительно Что именно на таймблок Как шла игра Койква Мне вот готовилась Массовая атака Выходил сюда еще и ДНЗ Но все это Массовая атака Может закончиться Хрансферой Врывом от Бокси Бокси ждет момент Он пока свой Блинк Никому не показывал И секретик Может быть Даже для того же Алхимика На самом-то деле Даже для Алхимика Это может быть неприятная новость Врыв Эваланч Тосс Без какого-то рейндропа Алхимик может погибнуть Но там еще будет плюс 1 И все В центре поставили Врыв от Бокси Алхимика потянули Алхимик без ультимейта Санра и все На протектор не успевает Линии нормора в тот момент не было Полетел Феникс дальше Супернову пока не ставится Но в итоге ставит Но как-то все это корявенько происходит На самом деле Супернову потрачено в пустую То есть Казалось, что здесь Войт прыгнет Тогда понятно Но Войда здесь нет Поэтому непонятно В чем была идея Ну ладно Поставил и поставил Насталкер Нажал фирну в пустоту В Бокси еще один тост Подцепили Тран протектор Успевают Дать ультимейт Кулдаун полетел Кулдаун по всем Фейтитик закидывается на тине Погибает Оракл Ультимейт свой выдал Пытается Вокси из драки Убежать Койква еле живой Войт в эту драку Уже похоже не успеет Вокси живет чудом Но недолго Добивает его все-таки Гирокоптер Зацепили Койкву Койква в мелде Приходит Микки Харансферу можно попробовать Поставить на экскалибур Но тут слишком много героев Поэтому бессмысленно Или закрыть На всякий случай Но уже смысла нет Койква рефракшн Бежать Наверное все-таки Смысл еще остается Войт может прыгнуть Закрыть гирокоптера Чтобы просто спасти Своего тиммейта Исключительно ради этого Ливин Армор пробивает Таймлок работает Подходит сюда Темпларасасин Зарывается ловушка Ладно это еще не конец Башня вот-вот упадет На телепорт будет сделан Феникс прилетает НСЗшка Здесь уже точно Труп погонит за экскалибуром Санрей И Все неоднозначно Ливин Армор в последний момент 7200 хп остается И экскалибур живет Но то что ЦМК погибло Это понятно Тут я думаю Не нужно было это показывать Там было интересно Могут ли убить гирокоптера Но все криво было Если показался Войт Если бы дрен протектор Убили бы наверное до ультимейта Тогда да-да То есть Пексу вот этот тос получил Наверное в итоге-то он доволен Потому что этот тос позволил Дать ультимейт по всем А гирокоптер все-таки Кулдаун на такой минуте Это больно Если на минуте 50 Это наверное уже Вообще не ощутимо То есть сейчас это чувствуется Так ну что ж Супернова 5 секунд И будет Правда пока все это Не в комбинации с хроносферой Войт хочет пофармить И его Интерес понятен Снизу атака на Сайберлайта Восьмая смерть 0-8-2 С ума сойти можно Алхимик Радианс С 700 золота Ну а там Бларка да Дофармить Блинк надо Для полного счастья Тогда Врываться в Алхимика И несмотря на его артефакты Можно будет очень быстро Паунтируны Контроль 3-1 Ну пока 2-1 Третья руна остается В части карты Где находится команда Ликвид Точнее Койко Уходит Войт Офармливает свой Майлстром Смоук покупается Кристал Мейден И похоже готовится Ребята А ну тут они уже Пока без Смоука Пекса просто в невидимости Бегает на поисках Вард Находит Опс Приятно Топориком Сгрызает Алхимику нужно подумать Купить сейчас Блинк Или выходить Какой-то быстрый Блокенбар Или там Манту взять Что просто Спейтвессел Потенциально Сбрасывать Потом себя Расставилась Варда Тайга Но прошу прощения Расставили Варда Конечно Сингулярити Тайга тут просто Походил И И все Урона есть Митрилхаммер есть Маловато У Войда Конечно Но Тут от Войда Нужна хорошая Хрансфера А не вносить урон Для этого Не нужны предметы Особо Надо Войду Подходить Помогать команде Бокси готов прыгать Патидик на боксе Прифанель Флэмис на боксе Не знаю зачем ДД снизу Для Геррокоптера Неудачные таймени Для драки Наверное Ликвидом в таком случае Стоит уйти Что-то Ну Геррокоптеру Слишком опасен Будет Искалибр Хрансфера Закрыли Подходят сюда Бокси Начинает бить Дает прокаст У Геррокоптера Не было ни единого шанса Да Бокси очень грамотно прыгнул Чтобы можно было бить И после хрансфера Еще урон внести Я почему-то на секунду подумал Что там может оказаться Феникс Тогда бы конечно Урона не хватило Ну что ж Алхимик подумал Подумал и в итоге Купил себе БКБ Правильно делает Сейчас можно будет В драках хотя бы жить Вечно Если не закроют хрона Конечно То ты не боишься Феникса Ты не боишься Тинни А Тампларка тебя Наверное одна не убьет Все-таки миссы работают И все такое Успевает улететь Феникс Сайберлайт опаздывает Врывается в бокси Кристалмейдом получает тос Алхимик готов врываться в драку Ультимейд от Кристалмейдом Достаточно странный Он длился меньше полусекунды Тайга Будет ставить ультимейд Пока не ясно Погоня за тайгой продолжается Ультимейд ставится Мейдж остается один Нажимает БКБ Чтобы сгрызть яйцо Дорого стоит Этот блокенбар Денает бокси яйцо Классно А не забываем Что яйцо Весь может заденать Когда у него остается Там меньше Половины Как понимаю Зарядов И не получает фраг Алхимик Из Калибра Принимает Дает он кулдаун под себя Но слишком много Магического урона Фейтси дик на тине Дабы он весь этот урон Не получил И бокси живет Да Ликвиды пока Исполняют на уровне Реально Намного интереснее Чем это Сингулярити делают Сингулярити играет От одного Алхимика Герокоптер Практически пустой Про Найт Сталкера Я даже говорить не хочу 3400 на Творс А тут уже появляется И молния Первый такой Достойный предмет Для Войда После Мидаса Дальше будут БКБ И снова игра Будет только идти От хороших трансфер Войд здесь не должен Наносить какой-то Чудовищный урон Ну дальше Кираса Окей Понятно Тут все Спирит Весел У Айги почти готов Ну а Темпларка Также купит БКБ Вместе с Войду Ну и в общем Тяжело Тяжело Сейчас наступит момент Когда Сингулярити С этим Алхимиком Не факт Что смогут нормально подраться Врыв на Трент Протектора Тос Будет ли Пексу давать Ультимейт Ультимейт дает Санрей работает Пексу погибает Выходит на Исталкер Хороший Сайланс Выходит Алхимик БКБ пока не нажимает Кулдаун полетел Также И бокси Ультимейт от Оракла Все в порядке Хроносфера 2 секунды Хроносфера 2 секунды Надо опасаться Сейчас возможной Атаки от Войда Алхимик Без хроносфера Без Оху Просто тост Хроносферу Алхимик Алхимик Успеет ли нажать БКБ Успевает нажать ФСС Войда могут убить ФСС Войда Таймвок успеет ли нажать Стан очень долгий Успевает нажать Последний момент Как же тайга-то исполнил Да там не было Алхимик ультимейта Вот что я хотел сказать Слишком много действий Происходило Но Алхимик В итоге тост Он не смог там Никак помочь И Ярокоптера убили Но это по минимуму Это реально по минимуму Алхимик Врывается на него Ставит Супернова Шикарная позиция Выходит Рэн Пытается Супернова Ребят разрушить В этот раз Не доняет никто Супернова Яйцо разрушается Не так все получилось Классно Как могло бы Наверное Тинни Пытается убежать Будет Греча Дает пока Тост Откидывает Найт Сталкера Оно висит урно Поэтому уйти трудно Хотя есть фейзы Рядом Тиммейты Тайм делейшн в кулдауне Надо отсюда Наверное тиммейтам уходить Потому что ребята Сейчас просто Вот этим мувом Могут нафидить Тяжело нажать Блинкаут Радиенс работает И погибает И Тинни погибает И Оракл Немножко ребята нафидили Хотя изначально Изначально казалось Что драка уже выиграна С разгромом Так ну что ж Трансфера 42 секунды Супернова 35 И продолжается Атака на Т1 Уже Который раз Ливен Армор Работает пока Универсально Атака на Темплар Ассасин Пэти Дикт есть Оракл с ультимейтем Поэтому это что Все будет под контролем Томпарка не может бить Пока что алхимик Спирит весел Байт на БКБ Еще один Блокенбар Улетает Койка попытается Отсюда убежать Все уходят с кулдауна БКБ Друзья Уже 7 секундная То есть Скоро этот Блокенбар Настолько будет Не актуален Этот артефакт Потеряет актуальность Реально за 10 минут А уже 5 минут прошло После покупки Это грустно Это грустно И конечно После этого Алхимику будут убивать Намного чаще Гирокоптер Дофармливается Блокенбар Наконец-то Появляются деньги На Огаракс Башню в итоге На центре ребята По-прежнему сохраняют Но вот раз появляется И хроносфера И Суперного Феникса Поэтому Еще одна атака Выходит в боксе Готов кого-то тоснуть Смоук сейчас Может быть развеян Но ДНЗшка Такой позиции Что Смоук Не был развеян Но могут найти Алхимик Алхимик без КБ И без альтимейта И тут Мэйджа Уже ничего не поможет Хроносфера Наверное Немножко лишняя Но это мне легко говорить И вам Зрителям тоже Ага Ничего не видели Ликвид Там могла быть вся команда Там мог быть тренд Поэтому решили наверняка Феникс полетел Ставится суперного Интересно Питье Никто не может Потому что висят спириты Пытаются ребята разрушить И это фиаско Команда Сигулярити Это фиаско Полнейшее То что-то происходило Сейчас они пытались Это яйцо бить Но никто даже близко Не мог это сделать Гирокоптер БКБ Нажал Толка от этого Было ноль 25-10 Команда с Алхимиком Проигрывает 4 тысячи И по факту Все деньги лежат в Алхимике Очень бедный гирокоптер Пустой Найт Сталкер Одного Алхимика Быстро убивают То есть это цель номер один Убиваешь Алхимика Все, красава Скорее всего По драке у тебя все будет идти гладко Как я повезло Продолжение следует Продолжение следует Не, а ягез Ля лейквет На Singularity ничего не могу сделать Придется ждать момента, когда противник ошибется Но пока противник не ошибается Какой-то смоук, атака, интересно Ну да, понятно, по тайминге отсутствия хроносферы Хочется выйти, но не в этот раз БКБ появляется и увойду, и ТА Эти секундочки, понятно Тини не будут здесь входить к какому-то кэрри Он будет инициатором Тут хватает Templar Asasen, который готов носить урон Тут даже хватает Феникса, который тоже может носить серьезный урон Этих героев реально предостаточно А Форстап покупается Личный выбор против Тран Протектора От того, что под фокус Алхимик уходит Ну, под сейв, под сейв, все это на под сейв, конечно Алхимик Блинк Атака снизу на Crystal Maiden Убивает Сэмку И надо отсюда убегать, ребятам Пока не поздно Пэкс в невидимости все нормально будет Да, он отсюда уйдет Так, где-то там хроносфера, да? Ага, понятно Ярокоптер нажимает БКБ Эффективность этого Блокенбара нулевая Ливина Армора не было И убивает Экскалибра Бокси бежит дальше Алхимик Придется, скорее всего, нажимать БКБ Команда вся идет Нет, успевает нажать Блинк Аут И ребята решили, что давить так прям глубоко не стоит 6К перевес Хотя по ощущениям и по Дота Плюс Мы видим, что намного все хуже Потому что, ну, одним алхимиком нельзя выиграть Когда ты играешь против Войда Который просто закрывает героя и убивает Своей командой Бокси Бокси Врыв на Трант Протектора Трант Протектор Успеет ли нажать Ультимей Дает на себя Ливина Армор Ультимей Не успевает нажать Но могут убить Оракла Хотя там Форстаф, Оракл Все-таки Сайланс висит от Найт Сталкера Тяжело от Эта Аура уйти Принимают и Тинни Далековато находятся И Феста Своид И Темплар Ассасин И впервые за долгое время Удачная драка для команды Сингулярити Молодцы Там еще и пытаются Войда найти Войд под ракетой Возможно, придется нажимать БКБ И нажимать Телепорт Да, БКБ, Телепорт Другого варианта нет Телепорт сбить нечем Так, ну что ж Немножко слабину дали Ликвид Такой неудачный момент Учитывая, что у них Аегис Но прямо сейчас появляются Все ультимейты И снова можно выходить в атаку В очередной раз Герокоптер Панатворс Особо не прибавляют Ого Да неужели Непонятно, да Что это было Трент расставляет варды Койко прилетел Ребята должны вот ходить назад Ну а все Ликви сейчас будут просто По карте бегать Потому что им ничего не страшно Астей не попадает По Трент Протектору Будет жить А Трент очень быстрый Спевает даже Феникс Своим Акарусом И Форстафом догнаться 2000 золота Половина денег на Аганим есть Да, Аганим позволяет Способность кастовать Сенрей Позволяет, что самое Мне кажется приятно Увеличить количество зарядов Ну и, конечно Съесть тиммейта Спасти его Неминуемые гибели Погиб Трент Там, конечно Пларка и Тос Эволны Четверят чудеса Врыв от Койко На Экскалибура По КБ Койко нажимать не хочет Жалко Да и, наверное, правильно делает Разбит Смоук Алхимик 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 Видит Геррокоптера Можно закрыть двух Ну, в итоге Тосует просто Найт Сталкер Найт Сталкер дает Сайланс Получает Гречо от Тени Врывает сюда Темплар Ассасин Сайбер Лайт Должен погибать Кристал Мейден Ультимейт Но Микки просто Нажимает БКБ Начинает дальше бить Хроносфера ставится Закрывает Алхимику Койква Койква А, нет, слушайте Койква до БКБ не жмет Койква БКБ не жмет Потому что понимают Есть Аегис Не хочет его использовать Нажал Блокенбар Лишь Вестерс Войт Выкупается Найт Сталкер Алхимик без Вайбека Пропадает Аегис Но в любом случае Есть ультимейт У Оракла У Койку Поэтому там реген Просто невероятный Под ультимейтом Оракла Восстановиться можно От любого урона Погибает Этрэнд Протектор И Небольшой заход На хайграунд Способности ребята отдают Но все это того стоило Да, слушайте Нормальный абуз По таймингу Аегиса Дать ультимейт Оракла В таком случае Там ты хоть миллиард урона получишь Там слишком много регена Ну ладно Миллиарда, наверное, да Но там реген большой По-моему, полторы тысячи Или что-то на уровне Падает линия Вот он, файт-рикап Найт Сталкер выкупился Особо этот байбек Ход драки не поменял И первая линия У команды Сингулярити падает На 30-й минуте игры Можно уходить Снова дожидаться Всех ультимейтов Дожидаться, может быть Даже Рошана И со всеми этими ультимейтами У команды Сингулярити Как мы уже поняли Нет ни единого шанса На то, чтобы Траки себя как-то показать Ну просто не получается Когда там эту хроносферу ставить Когда врывается Тэпларка Когда врывается Тинни Который быстро тосает Кого-то и убивает Это обычно саппорт Типа ЦМК Либо Тренд Протектора Так, ну что-то Магирокоптера-то нового Появилось Ничего О, 2200 денег у него И больше ничего нет Остается байбек Хроносфера 36 секунд Контроль баунти рун Микки БКБ надо будет нажимать Нажимает БКБ Тайм Делэйшн Микки Тайм Волк Мейдж также нажимает Блэкин Бар в ответ Но Блэкин Бар от Алхимика Потерян Что наверное Более неприятно Или там уже давно А ну там уже на давно 5 секунд Ладно Тогда не важно На самом-то деле Скорее тогда важнее Потерянный Блэкин Бар У Песса Свойда 55 секунд Мы узнаем Точное появление Рошана Феникса Гоним Вот-вот готов По сути одного крипа Можно Тайги добить Ну баунти рун На свое дело И так делают Все, готов Гоним И еще и третий ультимейт Сейчас будет Книги должно хватить По логике Нет, нет Не хватит немножко Не, хватило Слушайте, прям Идеально Я почему-то думал Что не хватит Хватило Ну, теперь попробую Это яйцо Ну все Это яйцо Неразрушимо Потому что самое главное Феникс может засейвить Какого-то Тини Который всегда врывается вперед Так-то еще Это яйцо Во-первых Попробую Во-вторых Это еще яйцо Огрызаться будет Вообще Жесть 32-12 Такой вот у нас счет Разгромный Дота плюс Дает 5% В команде Сигуляризм На то, что Эту игру Можно как-то Перевернуть Наверное Это очень близко К правде Учитывая Что у Гирокоптера Ничего нет Учитывая У Найт Сталкера Также никаких предметов Кроме Медальона За 32 минуты игры Ну Продолжение следует... Минута 28 до Рошана Продолжение следует... 30 секунд 30 секунд до Рошана Рапиру дальше поставить Ставить всех Ну ясно Да, дождались Ликвиду уже знали Что Рошан максимальный Как бы он не может Появиться позже И дождались Он появляется Ой, как быстро Жесть Как же много урона Включаем байбеки Сейчас это самое важное Алхимик с байбеком Гирокоптер без байбека Райм с байбеком Ну По байбекам Ничего интересного На самом деле Найт Сталкера без... Следующая драка Может быть последний Алхимик Успевает Успел Успеют ли остальные? ДНЗшка телепорт Аваланч Сбивают телепорт Поставили вовремя Ребята сэнтри Сэмке придется выкупаться Даже непонятно Пойдут ли вообще ребята Там Каких-то мега-крипов делать Или просто закончат игру Чуть иначе Так что Нагоним гирокоптеру Окей Сэмка вынуждена выкупиться Сингулярити Пытаются зайти в спину Тинни Остается один Есть лотоссорб Убить его быстро не получится Или получится? Похоже получится Правда на него, знаете, никто не регирует Особо Заметите Алхимик там рвается параллельно на Оракла Успеет ли его убить? Оууу А что же так трусливо-то играют? Играки Ликвид Странно Вообще ничего не используют Все просто убегают С ума сойти Ну хорошо, байбэк Аторакла В размену байба Crystal Maiden Погибает Тинни Которого как-то, знаете, не особо Никто не шел защищать Казалось, что сейчас придет там защитная армия В итоге Тинни дрался, дрался А никто ему не помогал-то Никто и не планировал Байт на руну Волшебство Ну ладно, байт на руну не байт Просто забирает в эту руну и уходит Он с БКБ, он с Иром Убить его бы здесь не получилось Это еще и с Таймволком Вообще никак Байт на поисках Ну а затягивается карта Немножко Ликвид вроде контролирует все пространство Но сами ошибаются Дают противнику шанс Время от времени выйти с базы Повоевать Герокоптерс в итоге передумал покупать рапиру Покупает МКБ И правильно делает Тензешка уходит Врывается воет И тут уже никого нет Боже, как же Ликвиды просто Как их возят просто хороводами Налево-направо Если гем А, гем есть, окей Тогда тут тренд погиб Тренд погиб Возможно придется ему выкупиться Больше вейта 2 нет Так, тренд надо будет выкупаться Я думаю, что времени просто нет Не хочет Не хочет выкупаться Хорошо, вроде пока тянут время Смоук от Сингулярити Феникс в спине 20 уровень Очень серьезная Эта игра через Супернову Если ребята не смогут яйцо разбить То Супернову застанет там На очень длительное время На 4 секунды 25 Ой-ой-ой, Феникс Пока все нормально Супернову поставить не получится Висит Сайланс С ультимейт от Кристал Мэйден Выбивает Аеги Супернова Не успел Феникс поставить Какой же провал Какой же провалище Да, это фиаско 2 байбэка Ну ладно, драка продолжается Вроде как ребята по-прежнему себя чувствуют Здесь неплохо Войт Много урона Но его не хватает Уже хватает Таймболк нажимает Войт Восполняет тебе здоровье В ноль Вместе урон, который Экскалибру внес Его больше нет Феникс выкупаться не хочет Если бы выкупился бы Феникс Точнее поставил бы Супернову Он бы сейчас был бы жив И скорее всего игра была уже завершена А так массовые байбэки И сингулярити вроде как защищаются Да, 3 байбэка Выкупился Алхимик И можно уходить До следующей хроносферы В общем, через 100 секунд Снова будет атака Вот что я могу вам сказать Войт На центре Бакаба через секунду Неужели не постесняются напасть Они сами хотят нападать У парка 25 Там Паш на полтора секунды Войт Будет это ворвался Тренд протектор Тоже рискует погибнуть Ой-ой-ой-ой Тренд протектор С байбэка, да ведь На, с байбэка Тренд протектор И добивают его 75 секунд Без тренд протектора Тинни покупает Эзериал себе Без тренд протектора Будет тяжело Очень был важный Войтимейт в драках И заход на хай-граунд Трансфера 15 секунд То есть сейчас драка Начнется еще по полной программе Ликвид будет Использовать Опа Лотосорб Алхимик Получает колбу в ответ Сейчас надо восстановить Темплар Ассасин Да, по рефайнам флейм С фейтедикт Итампларк уже на фулл хп И Трансфера есть То есть уже можно закрывать Сейчас Геррокоптер Алхимика Прямо сейчас БКБ Трансфера И супер Ой-ой-ой Там Сайлон залетел Тайга не может поставить Супернову Но Трансфера просто великолепно Вырывается Койква Башна полтора секунды Ставит Суперновой Искалибр пытается убежать Еще один удар с Мелда Еще башна полтора секунды И на этом Игра завершена Знаете Есть ощущение Что эта игра должна была завершена Быть минут 15 назад Но в итоге у нас Еще одна карта Где Именно Ликвид кстати У них не получается Закончить карту Раз за разом Я вот наблюдаю Что у них не получается Закончить карту Когда имеют они уже Тотальную доминацию Но им нужно время Не получается вот прям Взять и игру завершить Какие-то допускают Небольшие Ошибки Которые приводят к тому Что игра затягивается Но в итоге все равно Молодцы Победили Смогли противника дожать Может быть прям Весь потенциал Мы драки не увидели И Феникса не получалось Ставить те самые Суперновые С Хроносферой И комбинить Все это вместе Но получилось удачно Пока Ликвиды Выглядели здесь намного Сильнее чем Команда Сингулярити Пауза 10-15 минут И Вернемся на Вторую карту